Целый день на сцене Гродненского музыкального колледжа царила атмосфера неповторимого праздника. Звучали стихи, песни, демонстрировались всевозможные поделки. Дети наравне со взрослыми проявляли умение и смекалку. Шесть семей из разных уголков области по очереди выполняли задания и соревновались в конкурсах за право назваться лучшей. Зал постоянно реагировал аплодисментами. Жюри было нелегко определить семью года. Сегодня действительно в нашей стране привлекательное материнство. И я могу это подтвердить цифрами. С 2012 до 2014 года у нас на 380 только многодетных семей выросла наша область. Сегодня на конкурсе представлены семьи, где есть трое детей, где есть пятеро детей. И самая многочисленная семья – 13 детей. Две мамы-участницы конкурса награждены самым высоким и самым, наверное, почетным орденом нашей республики – это орденом матери. Сегодня в стране делается много для того, чтобы семья росла полноценной, росла самостоятельной, самодостаточной. Я думаю, что проведение конкурса – это подтверждение того, что каждый из нас сегодня должен работать на престиж семьи. И семьи не с одним ребенком, а семьи с двумя и тремя детьми. Дружная семья Валерия и Марии Конецких единогласно получила первое место и титул «Семья года Гродненской области». У них подрастает 13 своих детей. Причем все дети в семье – призеры или участники школьных, районных, областных и республиканских конкурсов. В 2003 году семья стала лауреатом почетной премии детского фонда, как семья, воспитывающая детей в атмосфере любви, нравственности, взаимопонимания, развивающей их творчески и интеллектуально. Папа трудится машинистом на предприятии, а мама – кавалер ордена матери, сортировщица Волковыского хлебозавода. Наша семья – музыкальная семья. Она любит выступать. Во-первых, участвует в воскресных школах и участвует в всяких фестивалях христианских, потому что у нас христианская семья. 13 детей – это, конечно, сложно, но какое-то чувствуешь удовлетворение внутри себя, когда видишь, как они растут, как они развиваются, и думаешь иногда. Вот этих вот маленьких могло бы и не быть, но они есть, слава Богу, в нашей семье, и мы счастливы, потому что у них действительно свои какие-то увлечения, достижения, свои интересы. Они каждый по-своему разные, каждый по-своему чем-то интересен. Вся эта красивая и талантливая семья теперь будет представлять Гроднищину в финале республиканского конкурса в Минске. Второе и третье место завоевали семьи Топчилка из Ленинского и Матюк из Октябрьского районов города Гродно. Наталья Иванченко, Александр Лосминский, Юрий Дубовик. Новости Гродно+.